Приветствую всех на канале, с вами Алекс Кларк, и вы смотрите разборка липа реаниматора, имеющий название Be Afraid. Не будем тянуть, ну а мы начинаем. Итак, ролик начинается с того, что наши герои собираются в поход, дабы отправиться в Дредфорд. Они находятся в том же месте, которое было показано в Call to Size ремейк. Стелла читает книгу, которую, по-видимому, Кейн забрал Ланса вместе с Отемом и Керамбитами. Кейн и Райан пакуют вещи в рюкзак, а Киара просто наслаждается лучами солнца, будучи под кронами ели. Вскоре глава Незербена решает провести брифинг, попутно объяснив дальнейший маршрут по зарисованной карте. Короче, центр мира захвачен, поэтому мы не пойдем напрямик, а обойдем врага с фланга. Я считаю, что это офигительный план, мы же не можем телепортироваться. Или открыть портал через Незер, погуляться по Незеру, а потом выйти в верхний мир. И, по-видимому, маршрут героев проходил через Незербен, который находился на северо-востоке. А героям надо было пойти на северо-запад. Вскоре после брифинга, воодушевленные представители Эндерстоуна отправились в отчину Кейна, через таежные леса. К вечеру они добрались до таверны, в которой смогли спокойно отдохнуть, покушать и выпить различные снайдобья. Скорее всего, основным напитком Незербеновцев является зелье огнестойкости. Выпившая Стелла решила прилечь поспать, но ей помешала Кера, которой, видимо, не хватило места за столиками и барнестойкой. На следующий день герои выбрали и взяли Незербенских коней, и оставшийся путь решили проехать верхом. С чего я взял, что это Незербенские кони, но в концовке Poison, которую, видимо, никто кроме меня не перевёл, Кейн говорит, что он жалеет о том, что не взял Незербенских коней в поход, следовательно, у них были кони. И, следовательно, герои пришли в Незербен, чтобы взять коней и побыстрее добраться до Эдредфорта. Отправившиеся в путь герои, выйдя с Незербенской территории, на которой прорастал хорост, который, по-видимому, Кейн получил в замке Ланса, они добрались до болот, показанных в клипе Poison, а к вечеру до земель разрушенного ковина магов, который был окружён армией Незера. Перебив большую часть воинов и оставив от пигманов небольшой отряд выживших, крестоносцы продолжили путь по мистическому лесу. Цели убить всех, как таковой, у героев не было, им потребовалось лишь пройти мимо. Видимо, представители не ожидали увидеть врагов так далеко от равнин. Ближе к утру боевой отряд разбил лагерь и устроил пикник. Я решил поспать. Стелла продолжила изучать книгу Ланса. Возможно, в книге были записаны более мощные виды заклинаний. К примеру, мы знаем, что Ланс умел призывать спектральный палаш. И, скорее всего, Стелла тренировалась сотворять подобные заклинания. Кейн вместе с Реном решили попробовать себя в кулинарном искусстве. Незербеновец, будучи барменом, приготовил какой-то суп. Скорее всего, грибной. Попутно не забывая отыгрывать персонажа из одного старого мема. Укротитель драконов решил поступить проще. И пожарил зефир. Всё-таки у него и у принцессы Незера есть что-то общее. Они оба любят зефир. Повара угостили едой своих подруг и устроили очередной брифинг. Попутной обедой попивая различные настои. И изначально я хотел добавить одну наитупейшую шутку в этот разбор. По типу того, что в BF Ray нам, наконец, показали кекс Райна и Стеллы. Вот он, взгляните. Но, пожалуй, я воздержусь от подобного юмора. Из этой сцены я могу отметить факт того, что кружка и палатка, скорее всего, принадлежат Райну. Ну, палатка точно, ведь такая же появлялась в Застругл. Хотя это может быть совпадение, ведь герои путешествовали налегке. А кружка, ну, хронологически она ещё появится в неканоничном рождественском спешле. Так что герои ещё раз обсудили свой маршрут и, выйдя из мистического леса, направились на Фростборнские территории, пройдя по пустынным локациям. Дойдя до Глашефорта, городка, который был отстроен за очень малый промежуток времени, пройдя сквозь саму крепость и выйдя в ближайшую деревушку, Кейна и Райна настиг приток воспоминаний, ведь Райн был родом из этого города, а Кейн сражался на его улицах в кошмарах Абигейл. Однако, не всё так просто. С момента посещения Назербена и пока те мило беседовали о битве с Лансом, героев преследовал Эндергорф, и, скорее всего, Корф прифигел от рассказов и их хвастовства Назербеновца. И вот, когда герои уже добрались до Дрэцфорта, увидели созыв армии, строительство летающих кораблей, Стелла отправилась навестить раненую подругу в полевой госпиталь, который, как ни странно, находился на открытой местности. А оставшиеся союзники пошли получать люлей от генерала Патрика, которого вызвала Хильда за то, что не вернулись домой вовремя. Вскоре, после переговоров с генералом на улице и после того, как Стелла познакомилась с Носрой, девушкой, носящей специальную маску, которая, по-видимому, помогает скрывать её личность, и, по-видимому, являющейся хирургической, а также девушкой, умудрившейся потрогать ведьмины рожечки, герои устроили собрание, на котором Стелла рассказала историю падения Энда и распространения кристаллов края по поверхности верхнего мира. И в момент отчаяния на скотку прибыл Ланс в теле своего питомца. Он поведал героям о том, что проявление Церес привело к деградации общества края, а её страх перед магией кристаллов к порабощению народа. В общем, сообщил о том, что накопилось на душе. И поставил героев перед фактом того, что он знает, где искать кристаллы. Ну а те, кто слушал лекцию лягушки, немного прифигели от увиденного и услышанного. И что я могу сказать про появление Ланса? Ну, для начала, обломитесь все те, кто утверждал, что лягушка не может телепортироваться. Те, кто убеждал меня в том, что Ланс 100% погиб. И те, кто говорил о том, что лягушка просто офигела от смерти своего хозяина. И ничего не скрывала. Но также те, кто считает инфу от имлайне Poison фейковой. Все ваши аргументы были стерты одним диалогом. И что ещё могу сказать? Ну, скорее всего, в последующих сериях герои будут добывать кристаллы края, дабы возродить Энт. Возможно, они даже возродят Эндер Дракона, который был убит в Андервиш. Хотя, лучше бы Дракона возродили Некроманты Незера, которые должны будут появиться в грядущих проектах. И, наверное, остаётся ещё один нераскрытый вопрос. Кем является Ланс и как он связан с Целис? Ну, скорее всего, он был её любовником. Однако, желание получить все кристаллы стало выше любви. И он отвернулся от неё. И после Великой войны, которую нам обещают показать в рамках отдельного сериала, Ланс будет изгнан в верхний мир. А потом на него наткнутся разведчики Незербена и получат о нём много сведений. Ну и так далее. Кстати, про разведчиков Незербена это подтверждённый факт. И если говорить о Целис, то моя гипотеза, которую в одном из роликов рассказывал Йорк, и которую благополучно у него своровали, не подтвердилась. И Целис никогда не была знакома с Херобрином. Это печально. Ну да ладно. Есть ещё пара вопросов по типу, что будет, если Райан узнает о том, что Кейн был знаком с Абигейл, а также и тот, что будет делать Киара, если узнает о том, что её керамбиты раньше принадлежали Лансу. Но на первый вопрос я могу ответить. Райану будет немного всё равно, а Кейн, если верить инсайдерской инфе, будет знать всю историю Абигейл и Райана. И ему тоже будет немного всё равно. А Ланс вообще относится с пониманием к тому, что Кейн и Абигейл объединились против него, чтобы заполучить тотем бессмертия. И как бы всем будет пофигу на их взаимоотношения с принцессой Незерой. А что будет делать Киара, если Ланс захочет отобрать у неё клинки? Ну, я не думаю, что она их отдаст, потому что зачем клинки жабе нужны? А во-вторых, ну, Ланс, имеющий полную свою силу, довольно могущественный, и я не думаю, что ему понадобятся какие-то клинки, чтобы телепортироваться. А мечи он и так может призвать. Если же вы хотите знать, почему Стелла в битве в мистическом лесу против войск Незера не решила помощь в книге Иланса призывать Векса, то я могу дать ответы на это. Вексы не призываются с помощью книги. Этот факт подтвердил сам реаниматор. Ну да ладно. Что ж, будем ждать ещё 8 месяцев до того, как Райан выпустит ещё одну сюжетную анимацию, которая не будет являться филерным эпизодом или не каноном. Всем удачи, всем пока. И помните, учение о звёздах зародилось во тьме, а мореплаватели, не имеющие географических ориентиров, опирались на звёздное небо лишь в тёмное время суток. Ну да ладно. До новых встреч. Пока!